Всякий раз, как вижу историю о неких играх, разной степени опасности, где ставкой могут служить не только деньги, но и жизнь. Я думаю, ну пожалуйста, ну пожалуйста, черт побери, пусть это будет нечто хоть в какой-то степени оригинальное, а не очередная вариация на тему королевской битвы. Приветствую на канале, это Тим и Алиса в пограничье неплоха, главный герой истории Арису. И тут не могу не отдать должное автору, ибо Арису это японизированная Алиса. Так что главного героя зовут Алиса, и я надеюсь, что у вас нет Яндекс.Станции, которая стригерилась на Алису. И многие персонажи являются аллюзией на персонажей Кэролла. Любовный интерес героя у саги, то есть кролик. Здесь есть буквально шляпник, который безумен, и при желании другие отсылки найти тоже можно. А в финале Алиса сражается против королевы червей. А все происходящее в некоторой степени иллюзорно, и тема человеческой психики раскрыта неплохо, и это прям круто. Но только сюжет, его качество сомнительное, пусть и персонажи приятные. Потому что когда главный герой с парой друзей внезапно иссякается в заброшенную версию Токио, и происходит первая игра, думаешь, ааа, ну все, понятно, ГГ дойдет до конца, накажет организаторов игр, нагнет систему и благополучно вернется домой. Это в принципе и происходит. Радость, что без нагиба системы в силу объяснения сути происходящего. И коль скоро сюжет идет по ожидаемому пути, да и события весьма предсказуемы, все, ну так себе. Знаете, все эти моменты, когда люди в непростых ситуациях показывают как лучшие, так и худшие черты. Главный герой проходит мощную трансформацию и начинает по-настоящему ценить жизнь, из-за постоянной угрозы ее потерять и ощущает до силы неиспытанное чувство свободы. Эх. Поэтому есть два главных вопроса. Разнообразны ли игры и хороши ли персонажи? Да, да, на оба. Разве что смущает типичный анимешный идиот, один из последних боссов, который... Хм... Ну, он уходит всегда голым. Потому что, ну, это просто тупая анимешта всрата. К остальным претензий нет. Все стараются выжить изо всех сил, зачастую приступая через себя, иные же переживают трансформацию, становясь другими людьми. Третьи наслаждаются возможностью убивать и манипулировать людьми, будучи теми еще ублюдками и в реальном мире. Старые друзья героя погибают довольно скоро, что служит мощным толчком и заставляет прогрессировать все трансформацию, которая уже началась сразу после прибытия. Протагонист больше не бесполезный мусор, которого постоянно сравнивали с более достойным, умелым и пристойным, младшим братом. Он отлично умеет анализировать ситуацию и принимает взвешенные решения. Система игры следующая. У каждого из участников есть ограниченное количество дней по въездной визе. По истечению срока 100% смерть от лазера. Для увеличения срока жизни нужно проходить все игры. Четырех разных типов и различных сложностей. Как то, так и другое определяется картой. Чем старше карта, тем сложнее. От двойки до десятки. По мостям пики отвечают за физические испытания, бубны интеллектуальные, трефа работа в команде, червы, психология. Арису специалист по последнему и в будущем получит образование клинического психолога. Немалое количество игр спустя, когда все задания с младшими картами оказываются пройденными, открывается часть правды. Помимо игроков, есть посредники, операторы, которые попали в погранище точно так же, как и игроки. Только их цель устраивать игры за каждого убитого игрока плюс один день квизи. Таким образом, посредники крайне неприятные типы, радующиеся любой смерти. Хотя есть и достойные представители. После смерти всех посредников в дело вступают граждане погранища. Тут не полный набор старших карт, ибо маловероятно, что найдется именно нужное количество. Ибо гражданином можно стать, выиграв через две состязания против уже существующих граждан. И тогда у всех выживших появится выбор. Вернуться назад в обычный мир или же остаться в погранищей до тех пор, пока их не убьют игроки в ходе последнего испытания. Например, король треф тут уже сотню лет. Так что остаться на месте имеет смысл, так даже проживешь подольше. С другой стороны, многие, в том числе и главные герои, хотят вернуться домой. Автор неплохо играет с читателем, когда устами королевы червей предлагает различные трактовки происходящего. Что это, мол, на деле порожденная больной фантазией героя галлюцинация, как в случае с Алисой Карелла. Что на дворе далекое будущее, и все тут на самом деле играют в невероятно реалистичный VR. Вполне вероятно, что это некие черновики, которые так и не стали реальным объяснением происходящего. И, быть может, к лучшему. То, что этого самого объяснения толком нет. Пограничие оказывается нежестоким местом игры на выживание. Это игра второго шанса. Все попавшие сюда должны были умереть в результате несчастного случая. Быть может, все подобные люди попадают сюда. Бывало ж, что падает самолет. Всех в мясную пасту. Одному пассажиру взет так, что наделывается легким испугом. Или чудесное спасение после падения с большой высоты. Всякое бывает. В объяснение, к счастью, не погружается, оно бы все испортило. И хотя после возвращения у всех отнимается память, изменения, привнесенные пребыванием в пограничье, остаются. Как и связи. Таким образом, герой встречает в больнице у саги, и они впоследствии женятся. В весьма обострественном коротком сиквеле, чья цель прорекламировать сериал, у пары рождается ребенок. А герой на одну игру попадает в пограничье снова. По манге вышел не только сериал, недавно, в прошлом году, но и трехсерийная авашка 2014 года, затрагивающая первые три игры. Все довольно динамично и заканчивается как раз смертью первой команды Арису. Экранизация почти дословная. Нарисованная и анимирована на уровне, без опостылевшего всратого 3D. А вот сериалом все ожидаемо хуже. Его не избежало вечно японское проклятие. Это когда реальные актеры пытаются играть аниме. Будто театралов пригласили играть в кино, только сказали им быть более напыщенными и переигрывающими раз в 10, чем обычно в театре. Сюжет несколько иной, и первый сезон заканчивается объявлением битвы с гражданами. Первая серия уже вносит изменения, хотя состав команды тот же, первая игра более примитивная. Это две двери. Одна жизнь, другая смерть, но название обманчивый. Что популяришь в шире части, это рандом чистой воды, ну да ладно. Несполезный друг героев внезапно чрезмерно религиозен. Беда в том, что город слишком уж какой-то чистенький, убранный, нет ощущения опустошенности и конца света. Вторая игра аналогична той, что была в манге, пусть и несколько измененная. Третья, как и в манге, четвертая же, происходила вовсе не с главным героем, и гораздо позже в оригинале. Арго с пляжем, вызывает наибольший кринш, ибо все эти опасные типы, ну ах, смех. Номер два на пляже, прям здоровяк. Машина для убийств. На деле просто чел, просто мужик обычного телосложения. Не, хотя учитывая, что японцы обычно дрищи, может, может так и не представляют себе мощных качков, не знаю. Королева червей, какая-то отбитая, ненормальная, странная. Вот если бы не мразотнейшие переигрывания, я бы сериал даже похвалил. Иногда создается впечатление, что после Курасавы японцы тупо разучились снимать. Не зря же их кинорынок, почти полностью внутреннее и зарубежное кино, не то чтобы не доходит, его просто мало смотрят. Поэтому японцы, наверное, привыкли к подобного рода игре, но это такое себе оправдание. Алиса пограничивает, это то, с чем можно ознакомиться в той же степени, в кое и пропустить. Любой формат Алисы крайне небольшой, даже в манге чуть больше полусотни выпусков. Если, конечно, сюжеты об опасных играх, где ставится на кон нечто важное, герои в ходе истории меняются, и все показывают как лучшие, так и худшие черты, для вас нечто принципиально новое. Вы не знакомы с сюжетами о базартных играх, королевской битве, ничего не слышали о голодных играх, не смотрели ни одну часть пилы, не играли в ряд японских игр. Рекомендую? Наверное. Ну а на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и патреон, спасибо за внимание, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok